итак всем привет с вами макс это канал шестеренка и сегодня мы пройдем по настройкам программы dj go 4 в связке с mavic air и так после того как вы запустили квадрокоптер у вас все подключилось вы нажимаете кнопку go to fly первое у нас идет если смотрим слева да вот эта вот иконка это статус gps соединения дальше идет сила сигнала спутников далее идет вот это вот красное сейчас у меня это состояние сенсоров данного квадрокоптера то есть ничего ли ему не мешает все ли работает ничего ли не закрыть дальше идет иконка это связь джойстика с квадрокоптером сейчас идет на 2 и 4 гигагерца если вы хотите сделать на 5 и 8 соответственно ссылку на видео я оставлю внизу дальше идет зарядка самого джойстика 95 процентов три точечки три точечки это у нас меню дальше мы его рассмотрим потом идет у нас вот такая вот полоска полоска показывает статус зарядки самого квадрокоптера то есть допустим если статус доходит вот до этой точке это первый сигнал о том что батарея садится дальше соответственно идет второй сигнал и квадрокоптер уже автоматически начинает садиться чуть ниже идет такая строка состояния iso насколько стоит шаттер и в баланс белого на какую карту памяти он записывает то есть на внутреннюю или на издушку то же самое с видео сейчас стоит мне 4к 30 кадров в секунду я так понимаю что может влезть на то что мне осталось памяти в квадрокоптере 10 минут 47 секунд по левой стороне начиная сверху вот это у нас получается это автоматический взлет то есть вы проводите слайд и он взлетает то же самое дальше возврат домой дальше у нас идет джойстик тут я расскажу чуть позже все вот эти штуки мы пройдем чуть ниже джойстика идет кнопка айпас это расшифровывается как адвенцы пайл от ассистент систем короче он автоматом облетает все препятствия как в данный момент вы видите на видео я честно говоря еще ни разу не пробовал но как показывает видео от компании джой он может летать за вами даже в лесу я очень хочу это попробовать как только будет лето обязательно попробуем по правой стороне у нас меняется фото видео кнопка рек соответственно настройки фото видео внизу идет иконка это просмотр отснятого материала если вы сделаете слайд вниз вы выйдете в режим камеры то есть вы будете видеть конкретно камеру и вот эта зарядка моего телефона сделайте слайд вверх соответственно вернется все меню по давайте быстро пройдем по настройке фото видео в основном у меня стоит все на как вам сказать все стоит на автомате до снимаю я в 4к 30 кадров в секунду формат видео мне идет mp4 я все время им пользуюсь мне как-то проще баланс белого автоматически ну бывает до когда я переключу но в основном такого не бывает дальше идет стиль да вы можете поменять здесь немножко landscape софтом будет более но сейчас это не видно но на самом деле вы можете поднастроить под себя у меня стоит стандарт мне это больше нравится не знаю почему но больше нравится color идет д синий лайк в основном все пользуются им я почему-то не знаю мне тоже не нравится у меня стоит но поэтому я даже и не парюсь дальше идет можно включить инстаграмму видео ну здесь сетка тоже чисто настройки идет видео дальше вот идет очень прикольная штука антифликер да это убирает мерцание допустим если вы снимаете в помещении да вы можете нас тут либо выключить его либо настроить 50 60 герц чтобы у вас не было полосок по экрану так из такого что здесь можно тускай а резет камеры с этим все сбросить соответственно куда записывать отформатировать внутреннюю память больше здесь ничего нет здесь соответственно авто мануал iso можно выставлять шаттер ну тоже ничего особенного нет а то же самое если вы переключитесь на фото практически будет все то же самое только здесь еще можно будет выбрать какие фотографии делать соответственно сингл hdr интервальная съемка там серийное панно то есть допустим если вы называете сферическое фото а вы взлетели над морем он вам делает целую серию фотографий по кругу пишут что все соответственно готово и дальше в программе правда в программе диджей го вы можете сделать и посмотреть вот такой вот это наверное вот сферическая одна из самых интересных вариантов только вот я не могу до сих пор понять где еще можно просматривать вот это вот панорамную картинку но блин я не знаю я почему-то пробовал ни в одной другой программе он нормально это не открывает кстати если вы знаете какую-то программу или что-то можете посоветовать обязательно пишите ссылки внизу возможно кому-то это и понадобится соответственно 16 на 9 4 на 3 формат он записывает депреги депрег плюс роу и просто баланс белого стиль тоже самое как и видео дальше после стиля у нас идет цвет цвет здесь вообще не выбирается то есть и тут тоже самое гистограмма сетка антифликер и в принципе тоже ничего такого интересного больше нет давайте пройдемся вот меня часто спрашивали наверное так но это вот настройки джойстика да соответственно вы его калибруете есть видео у меня отдельное настраиваете две вот эти кнопки которые есть на джойстике не знаю нужно вам или это не нужно дальше все что касается связи с квадрокоптером как переключить на 5 и 8 гигагерц у меня есть тоже видео тоже она внизу находится дальше батарейка у нас идет дальше идет настройки гимбала то есть соответственно настройки вашего подвеса который периодически меня народ спрашивает если возможность настройки подвеса или соответственно нет итак в настройках подвеса обязательно рекомендую сделать автокалибрейт гимбал перед тем как вы будете снимать я честно говорят периодически забывают дело сделать и честно говоря особо не видел чтобы это что-то на что-то так сильно влияло так давайте зайдем вот сюда advanced setting и тут мы видим конфигурацию вы можете как бы уже сделать три предустановки которые вам но допустим нужны при съемке макс гимбал pitch speed 20 стоит это скорость движения камеры вверх вниз чем естественно вы поставите ниже тем плавнее будет движение вашей камеры а дальше если вы посмотрите вот это гимбал буфер стоп старт стоп буфер эта опция позволяет настроить буфер начала конца движения камеры что делает ее еще грубо говоря плавнее кстати да его можно настраивать не поднимая квадрокоптер куда-то поэтому это уже тоже если вы хотите да вот по умолчанию видите он везде стоит 15 соответственно вы можете тоже его настраивать вручную давайте вот зайдем в начало в самое mc setting тут тоже в принципе ничего такого нет return to home это вот да кстати смотрите вот на эту штуку это возвращение домой на какой высоте он будет возвращаться домой так вот зайдем в advanced settings заходим вот сюда и xp все у меня стоит по 040 что все и на что это влияет и так первое поле слева это отвечает за скорость набора высоты коптера его спуска то есть соответственно чем вы меньше это делаете дело ставите соответственно да если вы поставите вот так он будет медленно медленно у вас спускаться и подыматься если вы поставите вот таким вот образом то он будет моментально дергать вверх вниз но соответственно если вы снимаете то поставить лучше где-то я не знаю в районе 30 там 35 и либо ну не знаю в общем вверх-вниз на самом деле лично мне не очень как бы нужно, потому что в основном я выбираю высоту и уже на ней лечу, снимаю. Дальше идет второе поле, это отвечает за скорость поворота коптера по 360 градусов оси, то есть вокруг своей оси. Соответственно да, вот эту штуку я бы на вашем месте поставил бы где-то в районе 25-30, ну допустим 30, чтобы он помедленнее, так сказать крутился, потому что если резко вот эта вот штука дергается, соответственно изображение портится. Дальше у нас идет отвечает за скорость движения коптера в горизонтальной простости, ну, право-лево, вперед-назад, то есть по сторонам он летает, либо, соответственно, вперед-назад. То же самое, не знаю, мне кажется, можно поставить 35, ну, опять же таки, это уже зависит от вас. То есть здесь вы выбираете, мне кажется, самое важное, это вот все-таки поворот, в основном, потому что вперед-назад можно его как-то медленнее разогнать, а тут не очень удобно. Снимать, когда он резко дергается, у вас получается, грубо говоря, видео поддергивается. Дальше у нас идет чувствительность. Как я понимаю, именно вот эта чувствительность реагирует именно на скорость отклика, то есть если вы там сделаете до упора, он медленно пойдет. Ну, допустим, если вы вот эти вот 100% уберете, сделаете на 20%, грубо говоря, будет взлетать он, если вы джойстик поднимите до упора наверх, он будет медленно разгоняться. Соответственно, если на 100%, он сразу будет рвать вверх. Ну, то же самое и в остальных вариантах. Да, кстати, давайте пройдемся еще вот по этим нижним частям. То есть, соответственно, это высота, это датчики скорости, горизонтальные, вертикальные, и, соответственно, показания датчиков. Видите, у меня 0,1 метр до препятствия. Ну, и карту можно сделать вот такой тип радара и, соответственно, такой можно войти в карту и можно выйти из карты. Так, что, наверное, самое интересное есть в Mavic? Это, наверное, вот этот пункт. Итак, первый у нас стоит, это Normal Mode. Соответственно, это вы используете всегда, то есть, когда он взлетает. Сейчас я не смогу переключить вот на Инте, но постараюсь вам все это дело показать и рассказать. Самый интересный из них это, соответственно, QuickShot. То есть, это быстрая съемка. Итак, после того, как вы зайдете в QuickShot, перед вами будет выбор, соответственно, удаление, там, круговой режим, Helix, ракета, бумеранг и Asteroid. Самое классное это, наверное, Asteroid, самый последний вариант, самый интересный. Но давайте по очереди. Отлет, да, соответственно, вы всегда во всех видео видите, когда квадрокоптер отлетает от человека. Квадрокоптер делает все это дело автоматически. Перед тем, как вы выберете какую-то функцию, у вас даже на телефоне покажет вам маленький видеоролик о том, какая функция, что делает, чтобы вам было, ну, соответственно, проще. Active Tracking это следящий режим. Вы, соответственно, выбираете человека, за каким он будет следить, либо там даже он, по-моему, следит за до двух, до трех, даже за группой людей, можно сказать. В общем, тут вы можете выбрать варианты, где он будет лететь от вас, лететь за вами, лететь сбоку, лететь сверху. В общем, обалденная, удобная и крутая штука. Это, соответственно, все нужно вам самим потыкать, попробовать, но получается очень и очень здорово, поэтому, не знаю, на мой взгляд, очень круто. Дальше идет функция ручка, это Smart Capture. Вы, когда нажимаете на эту функцию, он автоматически поднимает камеру, да, вы показываете ладошку на него, он начинает взлетать. Если, грубо говоря, он следит за вашей ладошкой влево-вправо, летает от нее. Если вы делаете руки в стороны, соответственно, он отлетает от вас, соединяете руки вместе, он подлетает к вам. Два пальца, он вас фотографирует. Если вы делаете рамку, он начинает снимать видео, соответственно, делаете еще раз, он ее прекращает снимать, он отключается. То же самое его сажаете, показываете ему ладошку, соответственно, он начинает садиться. Если вы хотите, чтобы он переключился на управление другого человека, то должен ему помахать. Ну и соответственно, тоже, если он взлетел, вы показали ему рамку, он будет лететь и снимать вас. Это одна из самых, наверное, популярных функций. Дальше мы переходим к функции трипод. Итак, соответственно, трипод, судя по названию, естественно, это штатив. То есть, эта функция предназначена для медленной съемки обалденного видео. Также есть еще режим slow mode. Это, в принципе, тоже не самое главное. Мне, на самом деле, он не особо нужен. Дальше мы переходим к видеокамере. Это cinematic mode. Насколько я понимаю, разница между триподом и cinematic модой, это в том, что кнопочка трипод, она тупо замедляет его полеты. То есть, он начинает снимать медленно-медленно, двигаться и влево-вправо-вверх-вниз все начинает делать очень медленно. Cinematic mode, она не ограничивает как бы его скорость, но вы не можете резко полететь вперед, да, она будет плавно его разгонять. То есть, как снимается, грубо говоря, фильм. Ну, блин, это, конечно, нужно пробовать, потому что тоже объясните это показать. Не знаю, мне кажется, все нужно вам попробовать. Обязательно попробуйте и тот, и тот, и тот, и тот, и тот вариант. Tap to fly, это как и на Mavic Pro, вы тыкаете на экранчике, куда ему нужно лететь, и он начинает двигаться, грубо говоря, к этому объекту. Тут гораздо все проще. Point of interest, допустим, вам нужно снять какой-то дом или объект, нажимаете на сам объект, соответственно, выбираете расстояние, скорость вращения, и он тупо летает вокруг и аккуратно снимает его. Я думаю, это самые нужные функции, которые только могут быть. Естественно, если они что-то еще придумают, наверняка добавят всякие квикшоты разные, новые, поэтому советую вам проверить. все, 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 все. Дальше, что еще можно сказать по меню? Да, в принципе, здесь нет ничего такого, что прям вот обязательно нужно всем знать и вообще здесь вот Visual Navigation System это отключается все его радары, датчики и т.д. и т.п. нижние, верхние, боковые, соответственно, что обязательно, если вы хотите, чтобы он вернулся домой, смотрите, чтобы он перед взлетом поймал спутники. Те настройки, которыми вы, скорее всего, будете пользоваться, я вам и показал. Надеюсь, я ничего не забыл именно важного такого. Если вдруг какие-то появились вопросы, обязательно пишите, постараюсь все проверить, рассказать, показать, обязательно отпишусь, обязательно отвечу. Всем спасибо, с вами, как всегда, я, Макс, это канал Шестеренка и всем удачных полетов и мягкого приземления. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok